Вискатели продолжают набирать обороты коммунальный скандал между местными чиновниками и жителями одного из ветхих общежитий, которое, кстати, по документам признано многоквартирным домом. Устроения управляющая компания отсутствует уже почти год, за это время накопилось немало бед. Например, в бараке не работает канализационная система, все нечистоты стекаются в подвал. Поселковая администрация, собственник общежития с решением проблемы не торопится. Они заявляют, что дом до плачевного состояния довели сами жильцы. Но разобравшись в истории, правда, абсолютно другая. Репортаж Олега Хатанзейского. За последние пять лет, согласно официальным документам, в этом многоквартирном доме по улице Строителей 16 с общими кухней, туалетом и ванной капитальный ремонт делали аж три раза. Но условия для жизни не улучшились, а только наоборот. В бараке стали осыпаться стены, потолки просели, вода в кранах и вовсе пропала. Ни горячая, ни холодная, все вот так вот. Ну, подожди, ну это все работало. Ну, извините. Я спрашиваю, это работало? Это еще не работало. Это тогда, вот когда батареи так, когда стали делать систему, полностью они все отрубали, переключали, что-то там делали, они все перекрыли. Горячую воду отключили. Холодная только одна идет кран. Один кран, все. А почему горячая была? А вот извините, как они там сделали систему отопления. В этом мы не виноваты. Но главная проблема – нерабочая канализация. Под домом образовалось озеро источных вод глубиной в полтора метра. К общественным туалетам и близко не подобраться. Больше 60 человек, которые обитают в бараке, 40 – это только дети, стали постоянными клиентами поселковой амбулатории. Тут санэпидстанцию или что позвать, здесь одни бациллы, здесь антисанитарные условия. У всех болеют. Понимаете, в чем дело? Вот здесь сквозняки. Вам-то хорошо говорить, я понимаю вас. В августе прошлого года дом остался без управляющей компании. Коммунальщики сотворили дела и сбежали. И тогда чиновники людей поставили перед фактом – выбирайте новых хозяйственников. Но ни одна компания не захотела связываться с ветхим строением. После стало известно о любопытных деталях. Оказалось, что в доме больше 50% семей живут по социальному найму. А это значит, определить новую управляющую компанию обязана была поселковая администрация. При этом самостоятельно, без участия жильцов. Однако чиновники продолжают стоять на своем. Жильцы просто-напросто управляющую компанию не избрали. То, что на данный момент у людей нет управляющей компании, люди виноваты сами. Помимо прочего, люди неоднократно направляли письма местным чиновникам с просьбой отремонтировать хотя бы канализацию. Ведь это тоже обязанность собственника дома, то есть поселковая администрация. Ответа долго ждать не пришлось. Власти на бумаге пояснили – ремонт строения уже ведется. Четыре месяца. Подпись, кстати, ваша. Я знаю, что моя подпись. Я помню это письмо. Значит, работы. Работы. Пойдемте туда на улицу. Явно неприятный для представителя власти разговор продолжился на улице. Здесь рабочие здесь ходят? Причем здесь есть рабочие или нет? Рабочие, причем здесь рабочие или не рабочие? Наружные канализации ведутся? Конечно, конечно ведутся. Идение делает ремонт? Причем здесь приведение? Управляющая компания делает? Конечно. Вы людям даете письмо, что работы ведутся? Ведутся работы. Управляющей компании. Какой управляющей компании? Ее нету, просто нету. Заместитель главы искателей стал утверждать, что ветхим строением сейчас занимается поселковое предприятие «Служба заказчика по ЖКО». И рабочие даже дом уже осмотрели. Они посмотрели туда, вскрыли полы, посмотрели, что там, и залазили, и выкачивали. Ничего не выкачивали, ничего не залазили. Вы хотите сказать, что здесь не было машин, что здесь пупомушек не заказывали? Не было пупомушек, ничего не было. Мы не можем сказать, как отчитываются они перед вами. Но здесь никого не было. Вот о чем мы и говорим, что не было никого. К напряженному разговору присоединился директор той самой службы заказчика Виталий Кожевин. Это под его руководством. Четыре года назад в этом доме компания проводила псевдокапитальный ремонт, после которого в здании стало жить невозможно. Я работал четыре года назад. С этим домом? Ну вот вопрос просто, почему покинули дом тогда? Я дом не покидал. Я ушел с этой компании, я не стал работать в компании. А не я дом покидал. А потом покинула компания. Без вас уже? Ну я не знаю, там после меня, после этого уже было 10 компаний. Кто же все-таки будет устранять ошибки прошлых лет, до сих пор не ясно. Чиновники обвиняют людей, люди чиновников. Впрочем, некоторые детали уже прояснились. Скорее всего, управлять домом предстоит службе заказчика в лице Виталия Кожевина. Чтобы начать ремонт, необходимо составить смету. А это, по словам коммунальщиков, уже делается. Все, что было сотворено здесь, это никаким рамкам, никакому, так сказать, изложению не подвергается. На сегодня вскрыли соколь, проверили. Здесь примерно полтора метра слоя фекальных вод. Пока искательская администрация и коммунальные службы договариваются о судьбе дома, люди продолжают жить в невносимых условиях. Алексей Усов в однушке, за которую платит, как за шикарную квартиру, воспитывает вместе с женой маленького сына. Под комнатой семьи расположен тот самый общественный туалет. Жить невозможно. Я им объясняю, нет, ноль эмоций. Вот их бы сюда поселить, администрацию, чтобы она с ребенком пожила здесь хотя бы недельку. Они бы по-другому разговаривать стали, как сейчас. То, что дом теперь по документам многоквартирный, а не общежитие, заслуга бывшего руководства поселка Искателей. Нынешняя власть ошибку своих предшественников хоть и признает, но всего на мгновение. Какой он многоквартирный дом, если коридоры, общие туалеты, общий душ у некоторых сделано? Ну как, значит, по совести и по закону надо признать, что это общежитие. Да я признаю, что это общежитие. А почему мы платим так за квартиру? Я еще раз говорю, я признаю, что это общежитие. По закону в общежитии нельзя приватизировать квартиры. Почему их приватизировали? А почему? Я еще раз говорю, это многоквартирный дом. Об этом доме мы рассказывали еще в октябре. Все те же проблемы, герои эмоции. Но с мертвой точки за полгода дело так и не сдвинулось. Сейчас чиновники пообещали, ремонт канализации начнется уже в этом году. А значит, продолжение следует. Так и льется это все под дом.